1 июня яркий и незабываемый праздник организовали для одаренных детей, участников и победителей предметных олимпиад, а также особой категории ребятишек, которые находятся под опекой социальной защиты населения. В этот день 70 юных белореченцев побывали в столице зимних игр, посетили Олимпийский парк, посмотрели театрализованное представление, бременские музыканты, поучаствовали в большом детском празднике. Можно сказать, что с этого момента для юных белореченцев открылся сезон летнего отдыха. Несколько дней восьмилетняя Ксюша готовилась к поездке на море. Вместе с мамой собирала сумки и сейчас проверяет, ничего ли не забыла. Все тщательно, все продумали, вечернее платье у нас и два купальника. Все у нас на месте вперед. На море Ксюша уже была, но вот по путевке в лагерь едет впервые. Она надеется, что именно в этот раз исполнится ее самая заветная мечта. Я хочу увидеть дельфинов. Сестренки Басовы также с большим энтузиазмом едут в лагерь. О том, что ждет их впереди, и много рассказывал папа. Что там интересно будет, хорошо, вожатые, добрые. Там будет день Нептуна. Детство не проходит без лагеря. И буквально через несколько минут 35 юных курортников автобус с комфортом «Домчит до моря», где находится один из лучших оздоровительных лагерей Анапы – «Жемчужина России». Путевки бесплатные. Возможность отдохнуть детишкам из многодетных семей предоставило Управление социальной защиты населения. Мы открываем летний сезон, и первая группа детей едет у нас в санаторий «Жемчужина России» 35 детей. Всего за летом мы оздоровим более 300 детей. У нас есть путевки, санатории и детские оздоровительные комплексы Анапы, Новороссийска, Геленджика. Более того, в лучших здравницах Черноморского побережья смогут отдохнуть и оздоровиться свыше 100 детей-инвалидов. Как раз сейчас родители, заинтересованных в отдыхе этой категории, приглашают прийти в 4 кабинет Управления социальной защиты населения. Наталья Колесникова, Станислав Васильев. События и люди.